всем привет и с вами вновь анастасия песик мы продолжаем серию видео уроков для подготовки к итоговому сочтению для вас произведение бориса львовича васильева завтра была война я подразумеваю что произведение вами прочитано если еще не прочитано то обязательно его прочитайте если вы все еще не умеете писать итоговое сочинение и это вызывает у вас большой стресс то вы можете записаться ко мне на марафон сейчас как раз открыта запись на октябрьскую группу 7 октября старт и потом еще будет по марафон идет 4 недели и за эти четыре недели мы научимся полностью писать сочинение я вам там все расскажу приходите подробности есть у меня в посте на страничке вконтакте а также в инстаграме подпишитесь сразу же на мой канал чтобы не пропустить важную информацию на инстаграм там я публику торис и на мою группу вконтакте также можете добавиться ко мне в друзья я в принципе рада всем почему я не рекомендую брать произведение школьной литературы на это я иду намеренно это я делаю сознательно потому что я считаю что если вы где-то вдруг ошибетесь незначительная будет у вас какая-то ошибка то учитель скорее всего не так досконально знает это произведение как хорошо он знает произведение школьной программы это первый момент второй момент что в вузах где учитывается это итоговое сочинение там свои требования и произведение аргументация из школьной программы оценивается ниже чем произведение классической литературы которые не которые выходят за рамки школьной программы и так завтра была война безусловно это классическое произведение безусловно я против чтения вкратно содержание лучше посмотреть и посмотрите фильм хотя ну это экранизация этого фильма вот мне нравится но конечно же там нет красоты языка писателя это невозможно передать с помощью фильма к сожалению и точно так же некоторые мысли персонажей героев тоже очень сложно передать на экране то есть экранизация произведения это всего лишь аспект это точка зрения жизнь режиссера это и так что можно взять надежда и отчаяние надежда и отчаяние конечно же историю всего класса во первых и вики люберецкой то есть когда рискали ее отца я подразумеваю что вы знакомы уже с сюжетом если нет вы можете ознакомиться и прочитать это замечательное произведение когда арестовали это было очень несправедливо чудовищно и здесь кстати добро и зло добро и зло что учительница валендра валентина андроновна которую все называли валенды это просто воплощение зла именно она хотела чтобы вику при вика прилюдно на комсомольском собрании отреклась от своего как от врага народа и чтобы вот как бы было больнее ребятам она заставила хотела заставить искру полякову проводить это комсомольское собрание а искра полякова на минуточку это была хорошая подруга вики то есть девочки прекрасно ладили и валендра это знала и нарочно она хотела их столкнуть вот таким образом лбами добро и зло здесь про и не сейчас к надежде отчаянию еще вернусь добро и зло проявление это противостояние вот этой валендры и директора школы школа когда его назначили хотя она метила на это место сразу же перемешал классы чтобы были все и малыши вместе со старшеклассниками повесила зеркала для девочек в туалетных комнатах конечно же это валендры очень не понравилось а еще вот я убегаю сама себе перебиваю да это моя манера еще вот такой хороший момент в произведении когда зиночка зиночка коваленко такая девочка зефиринка девочка такая воздушная влюбленная проявление добра проявление надежды и у нее что же было отчаяние можно это проследить она написала любовное письмо письмо с признанием такое легкомысленное и это письмо по воле случайности она оказалась в руках валендры конечно же валендра хотела там разобрать его на комсомольском собрании на директор все это сжег это письмо и сказал мышь девочка мало ли что бывает противостояние добра и зла учительница и директор школ том вот зло все-таки стала побеждать что директора сместили но потом все равно его вернули но он уже был не тот он уже был просто погашен он уже был сломлен надежды отчаяния возвращаемся и вот когда вика должна была прилюдно при всех отречься от собственного отца от горячо любого ей у отца вот у нее еще была надежда что может быть что-то случится может быть папа оправдают может быть его отпустят а она не могла она потом написала в своем письме к искорке что я не могла так предать отца для меня хуже нет предательства у нее наступило у девочки отчаяние и она покончила с собой у девочки совершенно не было опыта и как быть в этих ситуациях у нее не было никого рядом взрослого человека у нее было только огромная любовь к отцу направление он и она любовь здесь не только направление он и она это не только между мужчиной и женщиной хотя здесь можно привести и сашку стамески на искру искра кстати тоже вот здесь воплощение добра как у них зарождалось это чувство то есть начало искры решила его вытащить из двоечников вернуть в школу как бы к знаниям вот направить его верное русло вот это кстати тоже сила добра как добро может противостоять злу вот пожалуйста как можно привести здесь искорку какая-то была хорошая подружка хороший верный товарищ хорошая подруга которая палочка вручалочка было для всех ребят и можно же привести здесь если будет у вас тема естественно не просто любовь между мужчиной и женщиной а любовь между например отцом и дочерью и здесь вот отец и дочь люберецкий очень хорошо то есть девочка не смогла без него жить она не смогла ее поставили в такую ситуацию когда она вынуждена была прийти и отречься от отца иначе это исключение из комсомола и вообще просто ужас вот вот это вот можно привести пожалуйста смело то есть здесь и в итоге как добро побеждает зло что ребята все равно пришли поддержать вику они все равно пришли но другой другой вопрос что века уже была в отчаянии то есть у нее уже была утрачена надежда и она не нашла ничего лучше как умереть лучше я умру чем я предам родного отца так он и она я уже сказала искра и сашка зиночка и артём тоже очень хорошая зиночка и артём артём был влюблен в зину потому что она когда там в пятом классе в средней школе он разбил микроскоп она взяла вину на себя типа мне что будет и с тех пор она была его героиней он там ее любил очень сильно так отец и дочь люберецкий добро вообще воплощение добра это семья коваленко зиночки коваленко потому что именно они хотели взять вику к себе потому что она осталась без отца в этот момент тоже это можно привести и вот надежда и отчаяние да вот эта надежда и уже отчаяние в отчаянии века позвала ребят на этот пикник к себе на дачу куда их не пустили она понимала уже что она с ними прощается и увольнение директора вот здесь вот тоже как зло торжествует когда директора уволили но потом ребята устроили такой бойкот такой противостояние этой валендри что она уже начала перед ними заискивать то есть она оказалась как бы изгоем за свое зло вот почему зло как зло может быть наказуемо вот так зло может быть наказуемо прочитайте это замечательное произведение его можно брать для аргументации это классическая лет русская литература это прекрасный вообще автор борис васильев может быть вы читали или смотрели фильм по его произведению а зори здесь тихие вот это он несмотря на название завтра была война не думайте что там про войну там не про войну там именно про ребят ваших сверстников про девятиклассников как вот они учились вышивать в это непростое для страны время итак подписывайтесь на канал там у меня все видео уроки к егэ также как писать сочинение приходите ко мне на марафон и сейчас марафоны проводятся по итоговому сочинению с декабря после того как мы напишем итоговая будут марафоны по сочинению егэ и по тестовой части ставьте лайк если видео понравилось было полезным побудило вас к прочтению произведений ставьте дизлайк если чем-то не понравилось пишите в комментарии чем подписывайтесь на инстаграм каждый день у меня в stories всякие мемчики веселые рифмы чтобы вы запоминали трудные случаи русского языка все ссылки будут в описании также каждые две недели мы с пифагором школа пифагора по математике устраиваем батлы то есть команда пифагора против команды анастасия песик вы решаете русский потом вы решать сначала здание по математике от пифагора потом решается задание по русскому от меня в итоге победитель у нас будет всегда есть победитель выигрывает либо видеокурс от пифагора либо участие бесплатное в марафоне от меня поэтому подписывайтесь на канал готовьтесь к егэ весело и интересно в игровой форме ставьте лайк с вами была анастасия увидимся а